МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я, опять же, не последний герой, что подтверждено в песне. Последним героем я ни разу не становился. Но так или иначе, ты сегодня у нас в гостях, мы этому очень рады. Вот это тоже, это истина, я в гостях, вот я сижу на диване. И за моты ты ко мне летела. Итак, сегодня мы не будем говорить о том, чем ты занимался последние примерно 20 лет в группе «Ногу свело». Не потому что нам неинтересно, а потому что сегодня ты будешь представлять новые клипы твоего сольного творчества. Клип-шоппинг. Абсолютно. И поэтому будем говорить о тебе и только о тебе. Но все-таки вопрос банальный, но хочется знать, почему ты решил отправиться в сольное одиночное плавание? И что теперь будет со всеми любимой группой «Ногу свело»? Отвечая на первую часть вопроса, я не стал бы пускаться в сольное одиночное плавание, если бы был такой, скажем, процесс. Я пишу песни, а не новые песни, а я хочу просто делать «Вне ногу свело», потому что мне так вот взбрендило в голову. Нет, взбрело, точнее, правильно сказать. То, что я стал придумывать, начиная с какого-то времени, это явно была другая музыка. И какое отличие на этот вопрос ответить, с одной стороны, сложно, потому что творческие дела, они все-таки витиеватые. С другой стороны, по способу, так сказать, ее записи, ну, скажем, в студии, это совершенно четко электронная музыка. Танцевальный проект, то есть можно так назвать. Проект как таковой, он не танцевальный, но он... Ну, электронный. Он более электронный, повторюсь, с наличием живых инструментов, и, естественно, более танцевальный, и я очень надеюсь, что он будет становиться все более и более танцевальным. Но при этом, понимаешь, танцевальный жанр – это отдельное искусство, я все-таки не уйду из песенного жанра. Миксы, ремиксы – это пожалуйста, но основные версии будут песенными. Мне вообще показалось, что с сольным творчеством ты начал заниматься вообще давно, поскольку я смотрю телевизор, да, и наши телезрители тоже его смотрят, и мы постоянно видим тебя в каких-то ток-шоу, телепрограммах, то ты на острове, опять же, на том же, то что-нибудь там готовишь, то просто общаешь. Вот к нам тоже пришел. Интересно, ты вот никому не отказываешь или просто тебе интересно, ты за любой движ, кроме вот голодовки, как говорится? Не-не, ну вот к вам-то я пришел, это очень приятно, потому что я пришел все-таки как музыкант и с новым музыкальным проектом. Спасибо. Да вам спасибо, на самом деле. Я не на все шоу соглашаюсь сейчас. У меня был период, когда я входил в телевизионный мир, это было лет, так, скажем, 5-6 назад. Я, в принципе, был рад там принять участие во всем, я хотел какого-то изменения, развития, я хотел через телеящик как-то себя там продвинуть, показать. В итоге я это по факту сделал, и теперь я, ну, это не связано, я очень, надеюсь, с борзостью, то есть я не борзею, а туда пойду, а сюда я не пойду. Я просто, опять же, начинаю понимать, где мое, а где не мое. После нашей программы тоже выйдет на другом первом телеканале другая программа, где ты, в общем-то, хотел стать миллионером, как говорится, не знаю, стал им или не стал, но вот такой вопрос. Не, ну миллион я не нажил, нет. Не взял, ну, может быть, сейчас. Да, но она, кстати говоря, снималась еще в тот период, и это по теме нашего разговора, когда я только-только входил в производство своего видеоклипа «Шоппинг», а сольные, старт сольных дел – это вещь достаточно хлопотная, а видеоклип бесплатно снимать никто не стоит. Ну, понятно. Ты пошел, чтобы заработать на клипы? Реально так, я реально заработал там какое-то бабло, и я пока его не получил. Ну, есть просто такое правило, что бабло дают после эфира. Я могу сказать, что я буду делать с этим баблом, я буду отдавать долги. Долги долгами, но а как насчет шоппинга, да? Ты все-таки поешь о шоппинге в своем новом клипе. Это песня о шоппинге или она антишоппинговая? Когда я ее писал, с одной стороны, я знал, что такое шоппинг для меня. Да, я со своей любимой, мы вдвоем идем и начинаем покупать там вещички красивые. И сам процесс, да, но если ты не убит там бесконечным посещением там череды магазинов, сам процесс он приятен, поскольку твоя девушка, да, она входит в примерочную комнату. Там происходят раздеванцы. Ну, то есть ты смотришь на свое любимое существо в полуодетом состоянии совершенно в необычной обстановке. Ну, по крайней мере, в примерочной комнате вы оказываетесь не каждый день. Это, ну... Совершенно оригинальное видение по ходьбе, по погасе. Это кайфы. Вот это шоппинг, который... Ну, и вторая сторона вопроса. Я, конечно, представлял себе такую, ну, какую-то парочку, о которой, собственно, и поется в песне. Через час заедет бойфренд, это вот, типа, она такая сидит. Это такая в каком-то смысле московская, но по большому счету интернациональная ситуация. То есть все недельку поработали, уикенд начался. Хоп, значит, нам-нам накрасили. И весь день в этом моле надо провести, значит, обязательно променад по каким-то стандартному набору точек, торговых или нет. Потом обязательно нужно зайти в Забегаловку, потом в Синема, вот, потом... Плассический вариант. Потом кофе и к вечеру вернуться, вот, и такой романтик, то есть недалекий романтик. Он решает, что сегодня в моде. Сегодня, в принципе, по идее должен быть праздник, день всех влюбленных, 14 февраля. Может быть, ты нашим телезрителям какой-нибудь стих маленький зачитаешь про любовь? Типа, я вас любил, любовь еще быть может. Не, ну я, если читать, то свой, а... Вот тем более, если ты пишешь свои стихи, это было бы замечательно. Я их писал раньше, сейчас я это делаю тоже. Или какой-нибудь анекдот про басистов, я не знаю, что... Не, не, ну, раз сейчас, ну... Собственно, я хочу прочесть одно стихотворение, оно без преувеличения сказать серьезное, может послужить темой для песни. Я хочу сделать эту песню в составе группы «Ногу свело». Я даже, честно говоря, признаюсь, мы уже и делаем эту песню. Когда длиннее станут все тени на песке, Когда кудрявый месяц появится в реке, И взгляд его лукавый, печально и бледна, Возьмет с собой в траву влюбленная волна, Когда утихнут крики и шорохи зверей, Зашевелятся блики от тусклых фонарей, Ты убежишь по лужам искать меня в лесу, А я тебе на ужин все звезды принесу, Когда во сне столкнутся случайно облака, И ветер запаха моря примчит издалека, Когда ночная птица взмахнет своим крылом, Тогда и ты согреешь меня своим теплом. Шикарно! Желаю всем быть любимыми и влюбленными, И не знаю, что важнее, видимо, и то, и другое вместе, И можно без хлеба, как говорится. Спасибо тебе, Максим, за то, что ты посетил сегодня наш студию, А вас, уважаемые телезрители, с днем всех влюбленных, Максим, опять-таки успехов на танцполе, И смотрим клип Макса Покровского «Шоппинг»! Кофе утром сварит мама, Под ТВ идёт реклама, Через час заедет бойфренд, Ты бежишь, накрасив губки, Делать модные покупки, Начался весёлый уикенд! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг, Мы идём на шоппинг! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг! Шоппинг! Боинг движется по трассе, Виски-кола в бизнес-классе, Взяли курс на город Берлин, Фотоснимки, тени-блики, Ультрамодные бутики! Ультрамодные бутики! Как всё это чешется, блин! Боинг! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг, Мы идём на шоппинг! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг! Фотоснимки! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг, Мы идём на шоппинг! Людям нужен допинг, Ежедневный допинг! Фотоснимки! Субтитры сделал DimaTorzok